Я так благодарен Богу за мою жену. Я так благодарен Богу за Виточку. Я слушаю все, что она говорит. Вот почему Бог помазал ее, понимаете? Потому что она была испытана в огне и оказалась верна. Она видела эту боль, она видела это страдание. Она знала, что есть ответ в огне. Какое бы испытание ни было, никогда не обвиняйте никого. Да, тяжело бывает, больно люди нам делают. Но, знаете, главное оставаться верным, главное оставаться любящим, главное оставаться человеком, который все равно служит мне. Мы с Виточкой, конечно, часто об этом говорим, что у нас нет другого смысла жить. Вообще никакого другого смысла жизни нет. Это вот как бы у меня так и у нее так. Вот только служить будем, только служить Богу и больше ничего не надо. Мы считаем, что это самая большая честь и самая большая доля на земле. Это служить Богу и служить людям. А потом посмотрела в зал. А еще, когда мы становимся, вот просто, ну, получилось так, что мы носители его помазания, его присутствие, и он с нами ходит. Боже мой, это же, это вообще немыслимо. Это вообще, я смотрел на Кэтрин Кульман, на ее портрет там, я не знаю, десяток лет, наверное. Я так мечтал, чтобы это было тоже у меня, знаешь, и сегодня, когда я вижу, как помазание действует через экран телевизора тоже, я благодарю Бога, я благодарю Бога. И, Литочка, когда она молится, депрессия разрушается, исцеление души приходит. Все, что она говорит, надо делать, друзья. Я советую вам вообще слушать каждое ее слово. Слава Богу, что она начала проводить служение вот сейчас. Она взялась за Германию, она взялась вообще за всю интернет-церковь и за всю миссию. И я так счастлив. Вы знаете, когда человек молится, ну, помазанный Духом Святым, вот я вам говорю, да, я так молюсь, она молится. Это реально, ты где-то как умираешь, понимаешь, перед этим, ты отключаешься от жизни полностью, ты концентрируешься полностью на Духе Святом и на том, что Он показывает. И вот поймите, она отдала себя в распоряжение Духу Святому. И поэтому Дух Святой через нее и действует. Он не будет действовать, если человек не отдал себя в распоряжение. Насколько человек, вот, покорен Богу, насколько человек, ну, вообще, он отдал себя в распоряжение Бога, то отда только Дух Святого действует. И вот она отдала, посмотрите, это настоящий герой. Отдала, и чтобы Дух Святой, Он через нее совершал чудеса. Он помогал людям, он исцелял их души, исцелял их тела. Я прошу тебя, коснись сейчас каждого человека, кто страдает, кто одинок, кто порван в своей душе, кто остался на обочине, кто поворачивается спиной ко всему миру, смотрит в стену, просто плачет день ото дня. Дух Святой, я прошу тебя сейчас, приди к этим людям, коснись их твоей силы. Пусть твое помазание прямо сейчас наполнит. Жуткое разочарование и одиночество, безысходность, которую невозможно было ничем, ничем, ничем просто озабовывать. Она даже вот видит эти картины и она видит даже и переживает, что человек чувствует. Конкретно, что у него внутри происходит. И вам кажется, что все это не поможет вам прямо сейчас Дух Святой говорить в вашу жизнь. Представьте себя. Повернитесь от вашей жизни. Вообще-то какие она детали видит вообще конкретно. Посмотрите сейчас на меня. Вау. Сделайте это. Представляете, она обращается сейчас к человеку, который конкретно отвернулся. Она говорит, повернитесь. У вас короткий светлый волос. Мы с ней вот бывает, общаемся, да. И я рассказываю то, что как со мной Бог работает. Он около тридцати лет. Дух Святой как мне показывает, да. И она рассказывает, как ей показывает. Вы лежите на этом диване, очень много. У нее как пророческое. Получается такое чисто пророческое поможание прямо. Он видел вас вновлено. Сотни стран. Они будут просто переживать благословение. Вспомнить мои слова. Через Виточкино служение. На ее служение. Виточкино. Ну вот конкретно через ее. Бог будет очень мощно двигаться. Исцеляет души людей. Разрушая особенно наведенные проклятия. Бог будет на седьмом небе. Мы миссия. Мы миссия. Мы миссия. Мы миссия. О, мы миссия. Возрождение мира. Мы миссия спасения. Мы миссия, которая несет послание от Духи Святой. Которая несет его силу. И его вторжение. Я вас поздравляю, Германия. Виточка взялась за Германию. За всю интернет-церковь. За все наши домашние группы по всему движению. И за все церкви. За всю миссию. Просто класс. Я поздравляю вас всех. Особенно Германию поздравляю. Спасибо, Виточка. Спасибо. Спасибо. Слава нашему доктору. Спасибо. Ура. Субтитры подогнал «Симон». Субтитры подогнал «Симон». Госпожде» «Симон» Роман-Симон»